Несмотря на то, что в празднике есть заповедь радоваться, как сказано «Весамахта бехагеха» и «Радуйся в празднике твои», в Суккот в храме была избыточная радость. Суккот называется «Время нашей радости». Радость – это самое главное во время Суккота. Всем привет! Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плиткин в прямом эфире из Сытого города Иерусалима. И сегодня с Божьей помощью вы узнаете, что говорит Рамбам о радости. Вы узнаете, как получить радостный год. Вы узнаете с Божьей помощью, в чем суть иудаизма. Вы узнаете, почему Творцу так важно, чтобы мы радовались. Вы узнаете формулу счастья. И в конце, с Божьей помощью, я оставлю время на вопросы. Пожалуйста, готовьте вопросы. Задавайте вопросы на любую тему в конце этого эфира. Сегодняшний урок построен на книге Перки Махшава Рава Азриэля Таубера, известного во всем мире лектора и автора многих книг. Он скончался, по-моему, год назад. Итак, дорогие друзья, оставайтесь со мной до конца, пристегните ремни, и мы взлетаем. Рамбам в законах Лулава пишет. «Радость, которой возрадуется человек исполнению заповеди и любовью к Всевышнему, который дал нам заповеди, это великое служение, и каждый, кто удерживает себя от радости, достоин наказания. Как сказано, за то, что ты не служил Всевышнему в радости и в добросердечии». Это то, что написано в Пятикнижии, Дворим, Пэрек 28, Пасук 47. То есть сейчас, дорогие друзья, время, когда весь мир пронизывает энергия радости. Несмотря на все бедствия, которые сейчас происходят в мире, и можно, и нужно, каждый из нас должен по мере возможности к этой энергии подключиться. И говорят от имени учеников великого каббалиста Аризаля, который жил в 16 веке, что человеку, который будет радоваться в Суккот, весь Суккот, Творец даст причины радоваться целый год. Представляете? То есть это того стоит. Так, посмотрим, что пишут люди. Так, так, так. Шалом, Елена. Ого, from London. Смотрят у нас с Лондона. Зураб уже взлетел. Отлично. Шалом, Лилия. Шалом, Светлана. Всем шалом. Вадим, Лесимха. Как сами? Готовьте вопросы. Слава Богу. У меня сегодня работает лента чата. Поэтому задавайте в конце вопросы. Буду рад. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И сейчас я хочу перейти к очень важной вещи, к основе иудаизма. Основа иудаизма, дорогие друзья, и корень исполнения Торы и заповедей, говорит Рафтаубер, это желание связи с Всевышним. Это желание связи с Всевышним и радость от этой связи. Чтобы понять, почему это так важно для Торца, я приведу одну важную притчу, которую он приводит в своей книге. Приходит как-то раз еврей к Равину и говорит, дорогой Равин, я женат уже 30 лет, я больше не могу. Я решил развестись. И на это есть две причины. Первая причина, потому что она меня не любит, она постоянно жалуется, она постоянно меня ругает. Она не хочет этой связи, я это вижу. Вторая причина, потому что она сидит нога на ногу и ничего не делает по дому. И тут он получает очень неожиданные ответы от Рава. И Рав ему говорит, ты знаешь, у меня есть для тебя волшебная таблетка, которая позволит тебе справиться с этой проблемой. Даже с двумя. Но! Выбирай, что ты хочешь. Чтоб твоя жена была с тобой, постоянно хотела связи с тобой, да, постоянно радовалась связи с тобой, хотела быть с тобой, по-настоящему бы полюбила тебя. Или тебе важнее, чтобы твоя жена была, как говорится, говорите, балабустит, самая лучшая домохозяйка, все прибрано, все убрано, все великолепно, все приготовлено. Но связь как-то между вами будет не очень. Эта таблетка действует только на одну из проблем. Выбирай, какую проблему ты хочешь решить. Как вы думаете, что скажет любой нормальный мужчина? Напишите, пожалуйста, мне. Как вы думаете? О, шалом из Умани, Оксана, отлично. Умани, это классно. Так. Паститься сегодня нельзя. Сегодня нельзя поститься, да. Можете, если уж очень-очень вам хочется поститься, пейте воду и не ешьте, но вообще поститься нельзя. Можете поститься после, после Симхат Туры, но вообще говорят, что в наше время, для нашего поколения, самый лучший пост, это Теонид Дебург. Пост речи. То есть мы как можно меньше говорим или вообще не говорим, только слова Торы, святые слова мы говорим. Например, берем какой-то день, на какое-то время, какой-то час, и человек ничего не говорит. Да, естественно, нужно выбрать такое время, когда это удобно для близких, чтобы не причинять им боли тем, что вы с ними не говорите. И если вам это позволяет обстоятельства, попробуйте. Это очень хороший пост. Пост речи, да. Так, я пока не вижу ответ. Хорошо. Значит, Оксана, как хорошая женщина, пишет чистый и уютный дом. Воспитанных деток выберет, наверное. Но я вам скажу, давайте подождем, чтобы хотя бы один мужчина ответил на этот опрос. Мужчина, пожалуйста, ответьте, что вы выберете из этих двух, чтобы была связь с женой или чтобы она была самой лучшей в мире домохозяйка? Что для вас важнее? Окей, пока не вижу ответ, я скажу вам, друзья, любой мужчина, и я это подтверждаю на себе, выберет самое главное, это связь, это любовь, связь с женой. А остальное придет. На самом деле это логично. Если будет связь с женой, то тогда, естественно, появится и то, что она заботится о доме. Вот, пожалуйста, Зураб уже ответил, связь. Есть небольшая задержка. Я думаю, что Зураб ответил до того, как я сказал это сам. Зураб два раза ответил. Отлично. Связь. Конечно, связь. О чем это говорит, дорогие друзья? Это нам пример того, что хочет Творец. Творец хочет связи с нами. Есть уборка в доме. Это тоже важно. Заповеди можно условно, да, очень условно сравнить с тем, что женщина хозяйственная. Мы называемся женой Всевышнего, да, еврейский народ, так как жена Творца. И Всевышний хочет, чтобы мы, как его жена, самое главное для него, чтобы были с ним на связи, чтобы хотели связи с ним. Это самое главное для него. Это то, что он хочет и ищет, и, можно сказать, жаждет. А остальное придет, да, это не значит, что не нужно соблюдать заповеди. Это тоже очень важная вещь. Но самое главное, я подчеркиваю, это связь с Творцом. И как проявляется связь с Творцом? В том, что мы радуемся заповедям. В том, что мы радуемся связи с Творцом. В том, что мы думаем о том, как доставить Всевышнему радость. Радость, да, понимаете? И сейчас посмотрим, кто-то что-то пишет. Для того, чтобы посмотреть, нужно нажимать кнопочки. Окей. Зураб понимает, да. И так, и так, и так. Зураб, есть задержка просто, да, поэтому я не сразу вижу. Будут люди, которые спросят, как можно сейчас радоваться, когда есть вокруг столько бед и горя. Торонавирус. Не будем описывать, какие есть проблемы сейчас. И поэтому я приведу второй рассказ. В книге Мекачеши Рава Мазлиши. Приводится сильная история. Он рассказывает, что в вечер праздника Симхат Тора нацисты в концлагере ввели 50 примерно молодых парней, которые еще остались там на верную смерть. Эти дети очень четко знали, что их ожидает через считанное количество минут. И вдруг один из них сказал. Друзья, сегодня Симхат Тора. Да, у нас нету свитка Торы, чтобы с ним танцевать, но Всевышний находится с нами. И мгновенно все встали в круг и начали танцевать и петь песни Симхат Торы. Они начали петь Да, они начали петь Они начали петь это с таким чувством, с таким воодушевлением. Это означает слова песни, да, известные песни на Симхат Тору. Это означает Витар Либейна Те И очисть наше сердце, чтобы мы тебе стали служить по-настоящему. Первая песня Это означает Да, означает Что Счастливы мы, хорошо наша доля Ашрэйну матоф хэльхэйну Ашрэйну матоф хэльхэйну Ума наим гора лэйну Счастливы мы, хороша наша доля Да, они это пели Голоса поющих пронизали Весь концлагерь В это ушибление Ребят В песнях и плясках Перешло все границы Представляете Вот это и есть сокрушительный ответ Как же можно радоваться Когда ситуация Очень непростая И пишет Рав Азриэль Таубер Что Как раз Как раз Вот это и есть ответ Что человек Который думает И концентрируется На чудесной связи Которая у него есть с Всевышним Как сказал тот ребенок Всевышний находится с нами Такой человек забывает все беды И поднимается над любой Печалью Над любой болью Даже в самой плохой ситуации Не о нас будет сказано О плохей ситуации Но чтобы мы всегда Над теми болями Над теми печальями Которые у нас есть Чтобы мы поднимались Да Помню вот этот пример Вот этих Ребят То есть другими словами Есть одна радость Которая всегда с нами Да Которая помогает нам жить Быть по-настоящему счастливыми Это радость От связи с Творцом С нашим царем С нашим отцом Большой буквы Который нас любит Бесконечной любовью И каждый миг Заботится о нас От связи Которая всегда с нами И таким образом Сейчас мы переходим К формуле Счастья До этого может быть Есть какие-то заметки Так Сейчас я посмотрю Так Заметки 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 Так Нет заметок Хорошо Итак Дорогие друзья Формула счастья Какая формула счастья Формула счастья На самом деле Очень простая Первое Это человек Счастлив Когда Во-первых Он верит Что у мира Есть Творец Который может Все Совершенно все Нет ничего Невозможного Для Творца И второе Он верит Что Творец Его любит Творец меня любит Заботится обо мне И делает для меня Все самое 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 лучше Да Я знаю Одного праведного Еврея Который живет С 13 детьми 13 детей Представляете В однокомнатной Квартире В Иерусалиме Перебивается Как говорится Хлеба на воду И при этом Постоянно Радостен Скажете Сумасшедший Нет он не сумасшедший Нет Он нормальный Здоровый Адекватный человек С чему Его радоваться С чему Ему Радоваться Непонятно Как-то раз Я подошел К нему И спросил Скажи мне Скажи мне честно В чем Источник Твоей радости Он Нагнулся Мне на ухо И сказал Шепотом Мой отец Самый Богатый Отец В мире И я Его понял И вы Меня понимаете И вы понимаете Его Твой Небесный Отец Понимаешь Твой Отец Небесный Самый Богатый В мире И он Тебя Любит Постарайся Осознать Этот факт И ты Поймешь Насколько На самом Деле Ты Можешь Быть Счастлив Насколько Ты счастлив На самом Деле Понимаешь И если Этот человек Смог Так Почувствовать Смог Так Ощутить То И ты Сможешь И Сейчас Дорогие Друзья Если вы Хотите Я дам Упражнение Как Почувствовать Любовь Творца Если Сейчас Будет Здесь Поставьте Мне Единички Кто Хочет Это Упражнение Если Будет Пять Единичек Я Вам Так Оксана Пишет Мама Моего Мужа Двенадцать Деток Родила И Очень Счастлив Классно Да Смотрите Двенадцать Детей Я думаю Что она Не очень Богато Жила Вообще Богатство Это Не Признак Счастья Счастье Находится У нас В голове Счастье Это Выбор Человек Выбор О Зурак Пишет Счастье Находится В голове Например Как Пытаешь Вселенную Окей Вот У нас Есть Две Единички Три Единички Так Все Не будет Упражнения Сегодня Четыре Еще Одна И Дадим Упражнение Да Дорогие Друзья Я очень Люблю Когда Люди Показывают Показывают Участие Проявляют Участие Да Вообще Мы в этом мире В принципе Являются Активными Элементами Да Всевышний Видит Что вы Сейчас Ставите Единички Что у вас Есть Желание Да Все Есть Есть Пять Единичек И я Рассказываю Упражнение Смотрите Это Упражнение Которое В принципе Мы Учим Урава Ислонима Он Говорит Что Человек Который Хочет Почувствовать Любовь Творца Он Должен Представить Ситуацию Ну Например Такую Ситуацию Да Можете Представить Подобной Ситуации Например Ситуацию Что Идет Папа Сыном По горам И Он Не Очень В Хороших Отношениях Со своим Сыном Сын До Этого Сделал Что-то Плохое Он Украл Что-то Папа Или Он Сказал Плохое Слово Или Он Ударил Отца Своего Да Сын Например Пятилетний И Они Идут Вместе Они Идут По горе И Отношения У них Достаточно Напряженные Отец Не Хочет Разговаривать Сын Вдруг Сын Подсказывается И Начинает Падать В пропасть Уже Вот Буквально Рядом С пропастью Любой Отец Какие У них Не Были Отношения Он Мгновенно Бежит Хватает Этого Сына И Вытаскивает Его Из Края Пропасти И Точно Так же Как Говорится Бесконечное Количество Разделений Всевышний Которые Нас Любят Бесконечной Любовью Которая Постоянно Увеличивается Всевышний Таким Так же Точно Так же И Намного Намного Больше Бесконечно Больше Он Хочет Нас Спасти И спасает От Всего Плохого И Вот Эта Любовь Представьте Себя Ощутите Себе Вот Эту Любовь Которой Отец Любит Своего Ребенка На самом Деле В Бесконечное Количество Раз Всевышний Любит Нас И Еще Я Добавлю Вам Еще Я Добавлю Вам Еще Одно Упражнение Бонус Представьте Себе Одного Человека И Вместите В него Свою Любовь К Родителям К Своей Маме К Своему Папе Если У вас Есть Дети К Своим Детям Добавьте Любовь Добавьте Близким Близким Людям Представили Это Уже Будет Большая Любовь Добавьте Туда Любовь Всего Нашего Поколения К Своим Мужьям Женам Мамам Папам Детям Представьте Это Огромная Любовь Добавьте В это Иллюзорное Тело Любовь Начиная С Первого Человека Можно Представить Как он Любил Свою Жену Как он Любил Своих Детей Как он Любил Всевышнего Вот Эту Всю Любовь Да Добавьте В это Тело И Добавьте Туда Всю Любовь Вообще Всех Людей За Все Времена До Времен Машиаха Попробуйте Представить Как это Будет Огромная Любовь Да Огромная Неимоверная Любовь И Теперь Вы Можете Представить Что Это Всего Лишь Мизер Вообще Ничто По сравнению С той Любовью Которую Любит Нас Всего Представляете Это Очень Тяжело Представить Такая Любовь Всевышнего К нам Вот Так Дорогие Друзья Попробуйте Выделять Каждый День Хотя 5 минут Каждый Минут На Чуть Чтобы Ощущать Эту Любовь И Суккот Это Время Для Того Чтобы Ощущать Ощущать Любовь Творца к нам, ощущать нашу ценность. Я вам желаю веселого суккота, я вам желаю настоящей веры, веры. Я вам желаю как можно больше по-настоящему ощутить вашу человеческую ценность и любовь Творца к вам. И все это, чтобы вам пришло через радость, счастье, здоровье и все только хорошее. Будьте счастливы! Муадим Лесимха!